С давних времен люди пытались оживить рисунки. В нашей стране первый мультипликационный черно-белый фильм «Советские игрушки» появился в 1924 году. С тех пор мультипликация, а точнее анимация, постоянно развивается в нескольких основных направлениях. Рисованные фильмы самые популярные. Со времен первой картины техника создания стала более совершенной. Если ранее все рисовалось от руки, то теперь делается на компьютере. Одно изображение – это один элемент движения персонажа. Фоны декорации прорисовываются отдельно. После все детали фотографируются и сводятся в единый видеоряд. Секунда мультфильма – это 24 кадра. Только представьте, короткометражный фильм – тысячи картинок. Производство может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Наша газета посылает тебя на остров развлечений. А я у вас больше не работаю. И я вам не верю. Жизнь в пластилиновом мультике отличается от рисованного виртуального мира. Он объемный. Все персонажи делаются вручную. В профессиональных студиях пластилин особый, который не плавится под лампами. Оживают герои на специальном станке. Для того, чтобы придать персонажу движение, каждое положение фигурки снимается отдельно, по принципу рисованной анимации. Самое сложное – заставить героя говорить. Для этого материал должен быть постоянно теплым, чтобы не было трещин. А знаете, люди, где бегут марафон при 40-градусном морозе? Да у нас в Сибири, в Омске, ежегодно на Рождество сюда съезжаются спортсмены из разных стран. Плюс таких мультфильмов – безотходное производство. Сегодня кусок пластилина – это человечек, а завтра – животное или мифический персонаж. Не менее популярна кукольная анимация. Принцип работы тот же – фотографирование и сборка кадров. Но герои – куклы. Для каждого кадра аниматор меняет положение персонажа. Так при сборке получается иллюзия движения. Помогает ему в этом специальное приспособление – рейсмус. Оно в точности повторяет движения куклы по миллиметру. Говорят и моргают герои при помощи съемных деталей. А для того, чтобы кукла неподвижно стояла в кадре, ее прибивают к полу молотком. Что делать? Искусство требует жертв.